Сегодня девятая лекция по системному программированию, над которой мы будем смотреть некоторые необычные операции по работе с вводом-выводом необычной функции, которые позволяют делать не блокирующий вывод или блокирующий, но мультиплексировать. Разные вещи будем смотреть про вывод интересные. Сначала новости. Планировщик куртин давно прошел, шел давно прошел, по файловой системе уже штраф минус 4. По пулу потоков еще есть время делать без штрафа. На прошлых двух лекциях смотрели, как процессы могут друг с другом взаимодействовать на одной машине и на разных машинах. На одной машине для этого были EPC, анонимные и именованные, стандарты XSI, стандарты POSIX. Это были пайпы, разделяемая память, FIFO, очереди сообщений, семафоры и другие вещи. Для взаимодействия на разных машинах мы смотрели сокеты. Оказалось, что при помощи сокетов можно обмениваться сообщениями на разных машинах и делать это проще, чем при помощи очередей сообщений, потому что сокеты позволяют нам, когда подсоединяются клиенты, автоматически на сервере каждому клиенту выделять собственный дескриптор. То есть можно пользоваться сокетами как чередями сообщений, просто посылать сообщения и все. Можно создать серверный сокет. Серверный сокет будет слушать входящие соединения и на каждое соединение будет создавать парный сокет, по которому можно будет писать, читать из этого клиента, подключившегося. То есть с очередями сообщений это нужно реализовывать самому. Их стала проблема, что соединений может быть много и непонятно, как работать со всеми этими соединениями сразу на одном процессе, на одной машине, на одном потоке, как вообще обрабатывать все эти соединения, когда их много на сервер пришло, когда много клиентов. Мы смотрели вариант, что можно было на каждого клиента делать форк. То есть приходит клиент, мы делаем форк, и в дочернем процессе у нас тот же файл в дескриптор будет указывать на тот же сокет парный. И можно будет в этом процессе с клиентом работать. Но это будет сложно, потому что клиент почти наверняка захочет как-то обмениваться с серверным процессом, какими-то данными, что-то из него писать, читать. Возможно, сервер захочет получать какие-то уведомления о том, что происходит с клиентом, там он завершился, не завершился. И тогда нам придется городить помимо его сокетов еще какую-нибудь разделяемую память или еще что-то. Ну, какой-нибудь TPC, короче, еще добавлять придется. Это не очень удобно. Даже так это очень неудобно. И, в принципе, на Linux почти то же самое, что выделенный процесс, можно делать выделенный поток. Так как на Linux процессы и потоки — это одно и то же. Только с потоком получается попроще, потому что не нужно EPC еще один выдумывать. У нас в одном процессе будет сразу много клиентов. Каждый в своем потоке работает, другим не мешает, никого не блокирует. И этот способ вполне себе даже подходит, если у нас клиентов немного, и они долго живут. То есть клиенты там разово подключаются, и долго-долго с сервером работают, долго не уходят, тогда имеет смысл выделять им потоки. А еще если они много операций делают, много читают, много пишут, тогда чтобы клиенты могли это все делать одновременно, можно в разные потоки их разносить. Но если клиентов реально тысячи, десятки тысяч, то это уже не очень хорошо масштабируется. Вопрос, почему нельзя просто брать и читать из каждого соги, так как в коде ниже, вместо того, чтобы создавать на каждого какой-то поток, процесс. Почему я не могу просто в бесконечном цикле брать сначала и сервера, там, пытаться клиент получить, а потом с каждым клиентом по очереди взаимодействовать, и так бесконечно. Почему вот эта штука сейчас вот в таком вот виде не будет работать? Почему нам нужно было бы выдумывать какие-то форки, какие-то трэды на каждого клиента? То есть почему нам нужно было изолировать поток выполнения клиентов друг от друга? Почему их нельзя было в одном делать? Да, в одном процессе, в одном потоке, вот в таком вот цикле будем пытаться так вот делать. Это будет работать. Сервер вот видишь, он отцепит. Ну, у меня кликера нет, не могу лазером показать. Я, кстати, мышкой могу показать точно. Так. Вот видишь, отцепт. Он отцептом принимает новых клиентов. Ну, добавляет его в этот массив клиентов, и потом с каждым клиентом по очереди там пишет, читает. Вот, что с этим не так? Казалось бы, по очереди вроде как почти все справедливо. Ну, не считая, конечно, того, что большинство клиентов в этой очереди будут ничего не возвращать. Потому что, ну, блин, они же не по очереди, они что-то отправляют. Как-то как. Ну, ты близок, давай уже. Ну, типа, ну, это, ну, с кодом непонятно. Просто с тем, что клиент, это все никакое решается. Да, нет, не перемешается, это другая проблема. Тут я могу еще один массив, как бы, уже не int клиентов fd созвести, а на каждого клиента создать какой-нибудь структ клиент, в котором будет fd, будет его собственный буфер там. Предположим, что это все внутри функции трактов, интерактов из клиент есть, там неважно, что именно в ней. Суть в том, что эта функция напишет, читает. Вот из этого клиента. То есть у нас вот эта штука из серверного сокета вычитывает нового клиента, и вот эта штука с каждым клиентом пишет, читает данные уже. И здесь что-то не так. Ну, последовательно, да, там можно, непоследовательно, неважно. Здесь... Почему нет? Здесь есть проблема не в том, что он не выдержит, а то, что это в принципе не будет работать вообще никак. Даже не то, что плохо, а никак. Ну, да, ну, с клиентом поработали, потом цикл прокрутился, и мы с ним еще раз попозже поработаем, прочитаем, что он там еще написал, ответим что-то. Или не ответим, или не прочитаем. Подвох в этом. Ну, 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 давай-давай. Ну, типа он на клиенте, он заедет, может, зависит на одно. Ну, не на клиенте, а на сервере он зависит. Ну, прям вот эта функция, она просто зависит, и все. И сетсепт тоже зависит, заблокируется он, короче. Блин. Так. Вот эти функции, ну, вот эти функции read, write, вообще любые функции, которые делают какой-то его, ну, input-output над файловым дескриптором, если этот файловый дескриптор не сделает неблокирующим, как на прошлой лекции смотрели он, он блок, то любая операция будет блокироваться, если данных нет, или, ну, если это read, если это write, то она будет блокироваться, если пуфер переполнен. То есть мы примем первого клиента, чуть-чуть с ним поработаем, и потом будем пытаться принять второго клиента. Если второго клиента никогда не придет, то первый не сможет никогда работать. мы здесь застрянем навсегда. Вот такая проблема. Если мы вот эту часть вынесем в отдельный поток или в отдельный процесс, как было вот на предыдущем слайде, то есть мы нового клиента принимаем и отправляем его в свой процесс, или нового клиента принимаем и в свой поток. А главный поток, он будет только ацепты звать, и это будет нормально работать. При этом остальные клиенты не будут блокироваться. Поэтому нам приходилось делать какие-то форки, создавать треды. И сегодня будем смотреть, как использовать неблокирующие операции, как наоборот вызывать блокировку некоторых его операций нетривиальную, как работать сразу с кучей файловых дескрипторов прямо в одном потоке, в одном процессе, без создания кучи всяких потоков выполнения на каждого клиента. Посмотрим, как делать настоящие асинхронные операции, потому что мультиплексирование это все-таки все еще синхронно будет. И посмотрим, как можно много операций и ошных выполнять сразу за один системный вызов, а не кучу раз звать write или read. Сначала при неблокирующей операции они в целом исчерпываются от добавления флажка on-on-block к файловому дескриптору. Устанавливается он двумя способами, либо если это файл, то мы можем прямо при создании файла задать у него флажок on-on-block в open. Вот там же, где мы передаем ocreate, всякие там права, where the vr, where the only, where the excal, там же on-on-block нормально заезжает и делает этот результирующий дескриптор неблокирующим. То есть, если мы что-то оттуда читаем, то у нас не заблокируется эта операция чтения никогда. Она либо вернет ошибку, либо данные. То же самое. Вот эти флаги, они как бы, ну, из-ноу-блока какое-то просто число поставляется? Ну да, это просто define, но он блок число какое-то. Ну там просто на каждый флажок свое число. Но там флаги, это битовая маска типа, и каждый флаг это обычно один битик в этой битовой маске. Флаги это, ну, я не помню точно, чтобы не обмануть, но как минимум здесь 4 байта, по-моему. Вот функции open флагами принимает. Это значит, что у тебя целых 32 разных флага можно спокойно задефинить, и они друг другу мешать не будут. Но если будут мешать, просто сделают еще одну функцию open, которая будет уже 64 бита принимать, или еще чего-то. Уже имеем примеры таких проблемных опишек, где уже чего-то начинало не хватать, и пришлось плодить там функции типа, там, блин, я не знаю, да, лсик, лсик-64. Лсик — это функция, которая позицию файлового дескриптора в файле сдвигает без чтения или записи, просто курсор типа двигает. И оказалось, что когда файлы стали большие, то там офсеты стали не помещаться в 32-битное число. И пришлось делать функцию лсик-64 специально из-за этого. Ну, если бы сразу об этом подумали, сделали бы в лсик аргумент просто 64-битным, то не было бы такой проблемы. Это можно на open сделать или для любого файлового дескриптора, необязательно для файла, можно задать этот флаг через fcntl. fcntl, ну, мы смотрели его на прошлой лекции, я кратко повторю, он принимает файловый дескриптор, команду, которую надо выполнить, и, возможно, какие-то аргументы этой команды. Команд очень много, но мы здесь смотрим только две, getflags и setflags. Чтобы установить новый флаг, я беру старые флаги, объединяю эти старые флаги с новым флагом, mononblock, ну, и сетую их, и все. И сетую эти флаги, вот. И тогда любой файловый дескриптор можно сделать неблокирующим, это не обязательно файл, это может быть сокет, может быть pipe, может быть даже фьютекс линуксовский, над фьютексом тоже можно создать файловый дескриптор, в линуксе так можно, и на нем тоже можно его сделать неблокирующим. Можно даже на терминале сделать этот флажок, то есть в консоли, когда что-то вводим, чтобы у нас сканев даже не блокировался, если ничего нет. Ну и как его использовать? Если у нас этот флажок установлен, и мы хотим что-то прочитать, а данных нет, то функция чтения, неважно, это read, receive, receive from, там куча разных функций есть на самом деле для чтения, читающая функция, она вернет ошибку, обычно это просто минус единицу, она возвращает и в ерно, мы получим такой код ошибки, один из двух, eagain или eoutblock. Эти два кода ошибки, они на большинстве систем абсолютно одинаковые, они буквально одному и тому же числу равны, эти коды ошибки. Две штуки их появилось, просто исторически так сложилось, что кто-то делал eoutblock, возвращал кто-то eagain в разных ситуациях и на разных системах и сделали равными, а на разных неравными. На линуксе, даже не просто на линуксе, а в гну липси, в гнушной реализации стандартной библиотеки они равны. Но если мы хотим, чтобы наш код компилировался не только с гнушной липси, а еще и с другими липси, с другими какими-то нестандартными библиотеками, тогда, как правило, хорошая практика проверять оба кода ошибки и практически во всем коде переносимом, который можно увидеть, в открытом коде, в том числе в Тарантуле, всегда проверяются одновременно и eagain и eoutblock. Раздельно они очень редко проверяются, только если код как-то прям сильно завязан на библиотеку или на систему. Если такой код ошибки вернулся, это означает, что если бы не было флага ononblock, то операция бы заблокировалась. Но он стоит, поэтому нам сообщается, что типа попробуйте позже, иначе будет блокировка. Можно так бесконечно этот рит, звать, звать, звать до тех пор, пока он что-нибудь не прочитает. То же самое с write. Write, ну, файл write может не сработать, если места нету, но там скорее ошибку сразу вернет, даже если он блокирующий. Интереснее, когда мы делаем write в сокет или в pipe. Если мы делаем write в pipe, а у нас буфер в pipe уже переполнен, а он в ядре ограниченного размера, то write сблокируется. А если мы сделаем пайповый файловый дескриптор не блокирующим, то write сразу вернет вот e-gain или e-woodblock. То же самое с сокетами. У сокета в ядре есть обычно буфер какой-то, который может переполниться, и писать сокет будет временно нельзя, пока он все не доотправит. Вот так он используется. Да, хороший код проверяет обе ошибки. И я написал простой пример, который демонстрирует, как это выглядит, типа, в бою. Если этот пример можно назвать боем. Вот я написал функцию, которую любой файловый дескриптор делает неблокирующим, неважно какой это файловый дескриптор, что он описывает, я сделал неблокирующим стандартный поток ввода. Стандартный поток ввода — это обычный файл в дескриптор. Ой, мой. Ноль. Да, ноль. Вот. Я могу его тоже сделать неблокирующим, это вполне легально, никто мне не запрещает. И потом, когда я делаю скан-ф или read, или еще как-то пытаюсь прочитать что-то со стандартного потока ввода, я буду получать ошибку. Ну и в конце концов я просто в цикле бесконечно пытаюсь читать, пока не прочитается. Когда читается, печатаю, что получилось. Вот запускаем. И смотрим. Первые два вызова у меня вернули описание ошибки «Resource Temporary Unvailable». Это просто строковая расшифровка ЕГЭН и вводблока. И потом, ну, потом у меня идет while, на который я заблокировался. Потом я ввожу 100, и у меня сразу же все завершается нормально. Я ввел 100, нажал Enter, и у меня тогда скан-ф отработал в цикле и вернулся. Понятно, да? Еще раз. Что там блокируется? Почему здесь заблокировался? Здесь? Почему скан-ф заблокировался? Потому что он со стандартного потока ввода читает. Скан-ф — это и есть read просто, просто обернутый в красивый формат и прочее. Скан-ф — это тоже функция чтения, а printf — это функция записи. Просто это красивые обертки, которые в итоге делают read или write. Поэтому они тоже блочатся, когда мы с блокирующим потоком работаем. Но это не обязательно терминал, может быть, если мы делаем какой-нибудь shell, и у нас наш стандартный поток ввода на самом деле это pipe какой-нибудь из другой программы, а мы об этом даже и не знаем, продолжаем из нуля читать. Мы все равно будем читать его скан-ф, и все будет работать. Будет блокироваться, когда данных нет, читать, когда данные есть. С кан-фу пофигу, что это терминал или не терминал. Главное, что есть файловый дескриптор, и он блокирующий. Можно сделать его неблокирующим. Это были неблокирующие операции, и теперь посмотрим, как можно, наоборот, блокироваться неожиданными способами не только на read-write. Есть еще такие функции в стандарте, которые в POSIX, по-моему, но я не уверен. Короче, в стандарте и везде практически есть такие функции, которые позволяют брать локи над файлами. Либо над файлом целиком, либо над кусками файла, и локи эти могут быть разделяемые, эксклюзивные, типа на read-на-write. Первая функция, которую мы посмотрим, это функция флок, файл лок. Она принимает файловый дескриптор, который должен обязательно быть файлом. То есть это не работает с сокетами, с пайпами и со всем прочим, только с файлами настоящими. Она принимает файловый дескриптор, который раньше через Open создали, и операцию, которую надо выполнить. Это может быть взять разделяемый лок на этот файл или эксклюзивный лок на этот файл, или попытаться взять разделяемый или эксклюзивный лок на этот файл. Тогда мы передаем сюда флажки дополнительные, дополнительные флажки лок-нб, типа лок-нот-блок. Шарит эксклюзив, и если мы не хотим блокироваться, а и флок он заблокируется, если мы не можем сейчас этот лок взять. Чтобы не блокироваться, типа как он он блок, такой флажок, аналог. Мы его сюда тоже передать можем. Ну и онлок. Довольно простой API. Шарит локов может быть много, эксклюзивный лок может быть только один. Ну и все. Понятно, да? С этой API. Вот я написал простую командную строгу, которой можно будет поэкспериментировать с тем, как флок берет локи с разными флажками, как он их отпускает. Вот я открываю файл. И потом через, ну, просто ввожу с терминала какую-то команду, и в зависимости от этой команды у меня будет вызываться один из вариантов флока. С разными, со всевозможными вообще комбинациями этих команд. Вот, код там не очень интересен. Самое интересное, как он будет сейчас выполняться. Я запустил два процесса с одинаковым кодом, исходным. Первый процесс берет на файл, на тмп этот, тxt, эксклюзивный лок и говорит, что ок, я его взял. Второй пытается взять эксклюзивный лок и блокируется, он не может его взять. Я не передал, что я хочу не блокирующий эксклюзивный лок, я просто передал лок, экскл и все, в флок. И у меня заблокировалось все, пока понятно, да? Потом у меня процесс первый освобождает лок, и тот процесс сразу же просыпается, успешно этот лок взяв. Он его тоже освобождает. И можно убедиться, что шарит локи, можно брать несколько штук. Например, если ни один из них не пишет, а только читают файл. Тогда это норм. И теперь, что будет, если я сделаю неблокирующую попытку взять эксклюзивный лок? Лок, мне то же самое вернется. Резорт темп, реляно, вейлбл. Опять у меня вот этот еэгейн или еутблок. То есть флок он тоже этот ерно выставляет в еэгейн или еутблок, если мы передавали туда флажок лок нб. Здесь я отпускаю лок, теперь у меня нб нормально отрабатывает. Ничего не блокировалось у меня. И пока у меня взят эксклюзивный лок, шарит лок я, понятное дело, тоже не могу взять. Здесь смысл этой команды, смысл того, что я вот здесь показал, только в том, что лок нб можно к шарит локу тоже передать. Довольно простая опишка. А вот еще что интересно, что если процесс келяется, то он свои локи автоматически освобождает. Вот у меня тот, кто держал эксклюзивный лок, я его завершил, нажав Ctrl D. И теперь я могу, он лок освободил, и я могу шарит лок взять в другом процессе. То есть проблема всех этих локов, которые мы вообще сегодня будем смотреть, в том, что они адвайзери. То есть они будут блокироваться только если другой процесс будет сам звать вот эти вот операции типа F-лок. Если у меня лок взятый, я все равно могу продолжать в этот файл писать. Я могу игнорировать эти локи, поэтому они типа адвайзери называются. Необязательный процесс может не соблюдать эти локи, вообще про них ничего не знать. И таким образом этот файл испортить, если на него кто-то сейчас локи держал. Вот у меня в примере я... Вот я держу шарит лок, я его взял. И несмотря на то, что шарит лок я держу, я могу взять из другого процесса в этот файл что-то записать. Я никаких локов здесь не брал, я просто взял и записал. И это проблема всех этих локов. Всех, которые мы сегодня будем смотреть. Но в целом они не совсем для этого, поэтому там нормально. Свои задачи они решают. Надо просто понимать, что ваш код, если он использует локи, он должен сам заботиться о том, чтобы звать эти функции лок. Функцию f-лок и другие, которые мы сегодня будем смотреть. Понятно, да? И функция достаточно простая, и даже в тарантуле она используется для того, чтобы... Зачем вообще могут быть нужны такие локи? Вот такой простой лок, который целый файл блокирует. Например, если у нас можно запустить много процессов одинаковой какой-нибудь программы, типа базы данных, несколько процессов базы данных вроде тарантула, и если мы их запускаем на одной и той же директории, они не должны друг друга перебить. Только один из них должен остаться, а остальные должны завершиться с ошибкой, что в этой папке уже кто-то работает, чтобы у них файлы не перемешались. И в тарантуле, когда тарантул запускается, он берет лок на ту папку, в которой он будет сохранять свои файлы. Если другой тарантул пытаться там же запустить, то он не запустится, и ничего не испортится. И эти локи, их можно брать не только на файлы, их можно на директории тоже брать. Недостатки блокировка только целиком, а может быть понадобится нам, что нам нужно не весь файл блокировать, а только его куски. И лок адвайзори, то есть можно эти локи не соблюдать. И ядро нас не защитит от этого самого. Есть способ блокировать файли диапазоны, это функция 5fcntl, но только мы вместо флагов здесь используем другие команды, команды fgetlk, setlk и setlkv. Они понятны из названия, что они либо устанавливают лок, либо снимают, либо позволяют получить информацию о уже существующем локе. И выглядит обычно вызов так. Мы перейдем в fcntl файловый дескриптор, который открыт на файл, в котором мы хотим что-то заблокировать. Потом мы указываем одну из этих трех команд, хотим мы лок установить или посмотреть, залочен ли сейчас этот диапазон и описание этого диапазона. Описание диапазона описывается вот такой структурой, структ-флок, f-лок. Она достаточно нетривиальная в силу того, что там можно выбирать, откуда этот диапазон отсчитывать. Сначала посмотрим LSTART и LLEN. Эти два атрибута указывают начало диапазона и его длину, понятно. Они, кстати, могут быть отрицательные. То есть можно точки отсчета отходить как влево, так и вправо. А вот точка отсчета — это атрибут LLENSE. Он указывает, откуда отсчитывать начало вот этого диапазона с начала файла или с конца файла, или с той позиции, на которой сейчас файловый дескриптор стоит. Понятно, да? Когда мы делаем read или write на файловый дескриптор, у него позиция сдвигается, и, может быть, мы хотим блокировать только то, на чем мы сейчас стоим. Мы не хотим считать, сколько это будет от начала, от конца файла. Здесь мы указываем тип лока. Это либо мы берем на чтение этот диапазон, то есть много локов можно на чтение взять. Разные процессы могут взять лок на чтение одного диапазона. Либо это эксклюзивный лок, либо вообще мы хотим лок освободить. И через lpid, если мы используем команду fgetlk, у нас вернется пит процесса, который сейчас лок там держит. То есть lpid — это out-параметр, его заполнять самому никогда не надо, он сам ядром установится, когда мы fgetlk будем звать. Мы сейчас все в примерах это посмотрим. Сначала примеры диапазонов. Диапазоны, как я сказал, можно отсчитывать тремя способами. От начала файла, от конца файла и от текущей позиции дескриптора в файле. И, предположим, у меня есть файл размером 100 байт, и файловый дескриптор у меня сейчас стоит на позиции 40. На 40 байт я там прочитал или записал, неважно. И еще у меня 60 байт впереди. То есть вот у меня где-то в такой позиции дескриптор стоит. Я хочу заблокировать диапазон с 60 по 90 байты. Во всех трех случаях у меня длина диапазона 30, поэтому я ее сразу устанавливаю. И, предположим, я хочу на запись заблокировать, поэтому я сразу запись тут вставлю. И теперь дальше меняется только то, как я остальные два поля заполню. Если я хочу заложить что-то начало файла, то я говорю whens6set. То есть 6set, он говорит, отсчитывай старт отсюда. Ну и я отсчитываю стартом 60, и беру 30 байт лока. То есть получается 60 по 90. То же самое можно сделать по-другому. Если я хочу заблокировать, начиная с текущей позиции, то я говорю, отступи от текущей позиции 20 байт. Вот я отступаю. Я опять на 60 попал. И блокирую 30 байт. Снова 60 на 90 получилось. Понятно, да? И если отсчитывать от конца файла, то мне нужно отступить 40 байт назад и потом 30 байт вперед. То есть получилось 100 минус 40 — это 60, и 60 — 30 байт. Получилось снова 60-90. Вот так тремя способами я один и тот же диапазон могу залочить. И после этого, когда вот эту структуру и флок мы заполнили, я ее просто делаю сет лока и передаю сюда ее адрес. И все. Так. И надо, ну, важно осознать, что вот этот fcntl, когда мы берем эти локи диапазонов, нам для каждого лока не возвращается никакого дескриптора, это лока, никакой там структ лок или что-то подобное. Нам ничего fcntl не возвращает, кроме успеха или неуспеха. Как тогда эти диапазоны описываются? На самом деле они в ядре не описываются никак. Диапазоны, которые мы берем, они связываются только с пидом процесса, который я взял, и больше никак. То есть мы можем взять большой диапазон, а потом по кусочкам его онлокать. Или взять два подряд соседних лока, и они объединятся в один диапазон. То есть это не так, что каждый лок описывается какой-то, идентификатором или структурой, по которой его потом можно только целиком снять. Каждый процесс он может собственную карту диапазонов на этот файл положить своими локами, и как угодно их онлокать, хоть кусками, хоть целиком. Вот я здесь показываю, что будет, если я буду брать одним и тем же процессом несколько локов подряд и онлоков. Вот я опять локаю с 60 по 90 байты. Начинаю сначала смещение 60, длина 30, беру на запись и сетлок. Вот он мне залочился. Потом я беру лок с 10 по 30, а потом я беру лок с 40 по 60, и у меня этот лок объединился с первым в один большой диапазон. И теперь я могу анлокнуть середину этого диапазона, анлокнув и первый лок, и третий лок. То есть у меня вот этот кусок был отдельным вызовом залочен, этот залочен отдельно, и при этом я смог их разбить вот так. Понятно, да? Можно как угодно нарезать эти диапазоны. Правда сложно представить, насколько нужно вообще это в реальном каком-то приложении. Такие сложные диапазоны, локоть. Так, я написал опять командную строку, которая позволяет нам поэкспериментировать с тем, как будут лочиться двумя разными процессами диапазоны в одном файле. И командная строка у меня выглядит следующим образом. Она принимает строки вида команды, это лок, там анлок, тип лока, это read, write, анлок, откуда отсчитывать начало диапазона, начало диапазона и длина. Короче, прям аргументы структ флока один в один передаются. Понятно, да? Но тут не особенно заморачиваться с тем, как парсер реализован. Самое интересное будет, когда мы это запустим. Да, и как я зову fcntl и вот эти. Вот здесь я использую не только сет лк, но и сет лкв. Я тут в эту свою функцию, блин, все затерлось. Я в эту функцию передаю флажок блок, хочу ли я блокироваться. Если я не хочу блокироваться, то я использую сет лк, а если хочу блокироваться, то сет лкв. Сет лкв это типа set lock weight, а set lk это просто set lock. Если мы сделаем set lock weight, и там блок уже занят, то мы заблокируемся. Это по аналогии с flock, где мы передавали флажок lock nb, или по аналогии с on-on-блоком, когда мы используем обычные операции. Короче, у всех локов так или иначе есть способ не заблокироваться, попытаться взять лок, если не получилось, вернуться сразу. Он тоже ерну установит, и еген, и вот блок, все как обычно. Вот, я здесь считываю эту строку, заполняю структуру всего четырьмя полями, очень просто, и выполняю лок или анлок, там не важно, что мне передали. Это мы уже видели, а вот что мы еще не видели, как посмотреть, кто занял лок на диапазон и занят ли этот диапазон вообще. Это команда fgetlk, которую мы еще не смотрели, просто я ее упомянул. Мы использовали пока только setlk. Она работает так, мы опять берем структуру flock, заполняем диапазон, который хотим проверить, занят ли он сейчас другим процессом. То есть эта функция, она не берет лок, она проверяет, есть ли лок. Вот, я заполняю диапазон, который хочу проверить, вызываю функцию getlk, и она в этой структуре flock мне поменяет некоторые поля. Она ltype установит в константу fnlk, если там лока никакого нет. Вот я и запечатаю. То есть смотри, тут я type вообще какой-то левый вставлял, но ядро мне ltype установит в другое значение, либо в fnlk, если там лока нет, либо в другое, если лок есть. Понятно, да? Если лок есть, то помимо ltype она еще установит lpd, это будет пид процесса, который сейчас держит лок. Понятно, что это не мой, потому что, ну, короче, если вызывать fgetlk на диапазоне, который держится нами, самими, то он вернет, как будто бы fnlk. все из-за того, что диапазоны характеризуются только пидом процесса, который держит лок. Даже если разные потоки будут брать эти локи, они все равно могут сколько раз, сколько раз угодно подряд один и тот же лок взять и ничего не заблокируется. То есть использовать все вот эти файловые локи, которые мы сейчас смотрим, как mutex внутри процесса, не получится. Правда, в этом и смысла особо нет, но просто надо знать. Это только для защиты доступа между разными процессами, не разными потоками. Вот. Если лок есть, я печатаю, кто его держит, если лока нет, я печатаю, что его нет. Все. Понятно, где толка работает. Но и он не блокируется никогда, потому что он локи не пытается взять. Вот я заполняю поля, вызываю функцию и потом в flpit мне будет что-то, будет лежать сюрприз. И главная функция, я ее тут немножко уменьшил, срезал кучу всяких обработок, ошибок, чтобы она поместилась, но она выглядит примерно так в итоге. Это сама реализация командной строки. Чтобы чем-то файл заполнить, я тут еще добавил команду write, она вызывает функцию write-symbols, которую я здесь не показывал. Вот, она не особо интересная, она просто write делает и все. И наши команды log, блокирующий лог, посмотреть лог. Теперь можно это все запустить и глянем, что получилось. Так. Вот я запустил два процесса, они распечатали свои пиды, они мне понадобятся, когда я буду getlk звать. И вот у меня есть файл, который я заполняю сотней байт, просто какими-то данными, неважно какими, вот буквой A, сто раз я ее заполнил. Логов пока никаких нет. И вот у меня первый процесс берет два лога. На чтение, на диапазон 40-60, и на запись, на диапазон 40-30. Вот он их взял. У меня вот так эти в командной строке выглядят команды залочить на запись, использовать SIG-SET, начиная с 10-20 байт. Залочить на чтение, начиная с начала файла, начиная с 40-го байта, 20 байт. Вот я залочил. И теперь я могу в другом процессе залочить на чтение диапазон, который пересекается с уже залоченным на чтение другим процессом. Ничего не заблокировалось. Вот мне ок вернулось, все нормально. А теперь я попробую сделать лог на запись диапазона 20-30 в этом процессе. Но я смотрю, а у меня там уже занято другим процессом. Поэтому у меня вернулось опять вот этот e-gain, e-woodblock, resource-temp early unavailable. Я говорю, что я в любом случае хочу его взять и указываю, что я хочу блокирующий прям блок, поэтому у меня там вовцентель вот по этой команде передастся f-log-set lk-v wait. Вот у меня заблокировался поток процесса, я не могу пока ничего делать. Теперь вот, а заблокировать я пытаюсь с 20-го байта 30 байт, то есть вот этот диапазон с 20-го по 50-й. Вот он тут заблокировался и даже несмотря на то, что я вот здесь лог освободил на запись вот этой команды, у меня вот здесь вот все еще занято. Поэтому мне нужно еще и этот диапазон освободить, и вот тогда у меня эта штука сразу разблокируется, этот процесс, и успешно заблокирует весь этот диапазон. Видно, да? И еще в логах диапазонов есть такая фича. Если сделать лог нулевой длины на конец файла, то это сработает как лог на все, что в этот файл будет добавляться в конце, дальше аппендица. Как это выглядит? Вот я делаю лог на слот и байт нулевой длины. Точка, короче. Как будто бы ничего не заблокировалось. Теперь я из другого процесса дописываю 10 байт, и у меня этот лог сам расширился на конец файла. То есть, залочив на 0 байт, мы лочим все, что есть до конца файла и все, что будет до конца файла. Это нужно за тем, что если мы в файл собираемся что-то писать, но мы не знаем заранее, сколько мы запишем. Вот. И тогда мы берем лог на конец файла, пишем сколько нам надо, а потом снимаем. Вот у меня лог сам расширился, и можно убедиться в том, что он реально расширился, если я теперь попытаюсь взять кусочек этого лога вот здесь вот. А у меня хоп, здесь уже другой процесс занял. Вот этот. Он этот диапазон держит, и вот этот процесс. Взять его уже не может. Причем лочил я как бы сотый байт, а пытался теперь здесь лочиться со 101-го. Поскольку диапазон расширился, у меня уже не получилось. Ну и он тоже, все вот эти диапазонные локи, они тоже снимаются сами, когда процесс келяется. Вот я процесс этот, вот этот вот келяю, и все его локи освободились. И теперь я могу в первом процессе их брать. Понятно, да. Это была самая продвинутая функция блокировки диапазона в файле, и есть еще одна функция logf. Это, можно сказать, очень сильно ущербная версия того, что мы только что смотрели в fcntl. И вообще она обычно реализована как обертка над fcntl. Довольно дурацкая, на мой взгляд. Она принимает файловый дескриптор, потом что сделать, log, unlock, вот. Или попытаться взять лок, или узнать, есть ли лок. То есть команды те же самые, что у fcntl были. И какого размера диапазон взять. Что мы здесь видим, отсутствует. Здесь отсутствует возможность выбирать начало отсчета. У нас раньше был lvns, можно было его выставить в sqsid, в sqsid, sqend, sqcur. А теперь мы не можем здесь ничего выбрать, здесь только sqcur срабатывает. Вот этот файловый дескриптор, на что он сейчас указывает, вот только с его позиции мы и можем лочить. И здесь нельзя выбрать тип лока, он только на запись берет. Вообще отстой получается какой-то. Вот как может выглядеть реализация локф на fcntl. Стартует он всегда с текущей позиции, без всяких оффсетов, длину мы задаем здесь аргументом, а потом смотрим функцию. Если мы хотим узнать, есть ли там лок, то это будет все равно, что getlk позвать в fcntl. Если мы хотим сделать unlock, это все равно, что в fcntl сделать unlock. Если мы хотим сделать writeLock, если мы хотим сделать лок, то это будет обязательно writeLock. Неблокирующий он или неблокирующий будет зависеть от того, какую из этих двух команд мы выбрали. Ну, короче, мне не очень понятно, зачем нужна эта функция. Если есть fcntl, ну, короче, она есть. Поэтому мы ее смотрим. Понятно, да? Все, что мы можем сделать с ее помощью, можно сделать с fcntl. Ну, кстати, flock тоже fcntl заменяется. Просто берем и лочим, начиная с нулевого байта, это ноль. И тогда у нас весь файл тоже заблокируется. И все эти локи, которые мы сейчас смотрели, они взаимосвязаны. То есть, если я сделаю на весь файл flock, то у меня потом ни один из fcntl не сможет взять лок даже на один байтик этого файла никак. То же самое с lockf. Ну, короче, эти локи они друг друга видят и нормально взаимодействуют. При форке они не наследуются, потому что это было бы странно, если один процесс взял эксклюзивный лок, потом сделал форк, если бы у нас они наследовались, то у нас в ребенке был бы второй эксклюзивный лок. Это бред какой-то. Два эксклюзивных лока. Да, они в родителей и в ребенке, но неважно, эксклюзивный лок должен быть только один. И они принадлежат процессу, а не потоку, как я уже говорил. То есть, я могу на один и тот же файл в одном процессе, в разных потоках или в одном потоке, неважно. Хоть еще раз позвать flock на один и тот же файл и он у меня ни разу не сблокируется. То есть, и в лок он видит, что этот процесс, он уже держит этот лок, ну и все вот эти функции, они тоже это видят. Если процесс пытается взять лок, который он уже имеет, то ничего не произойдет. И они все адвайзеры. То есть, я все равно могу продолжать этот файл, делать read, write, игнорировать все эти локи. То есть, это не защищает от того, что какая-то программа, про которую мы вообще не были в курсе, возьмет, запустится там и начнет у нас все удалять. Как можно использовать эти локи в виде mutex между разными процессами? Как можно с их помощью реализовать что-то вроде mutex? Ну вот, например, flock. Как можно при помощи flock сделать mutex, который будут два процесса юзать? В одном процессе это, конечно, не получится, потому что разные, ну вот, как я уже говорил, в одном процессе может еще раз этот flock позвать, но один и тот же файл он не заблокируется. Вот, между разными процессами это можно сделать. Очень просто. Давай, думай. блокируется или как случаться? Ну, как это происходит? Ну да, брать лок можно, можно освобождать лок, да. Ну и как можно сделать этот mutex при помощи функции, например, flock. она берет лок на весь файл, открытый по этому файловому дескриптуру. А эти у нас mutex должны работать так, что если он на mutex лок взят, то другой процесс должен заблокироваться, если пытается тоже взять лок. Ну так mutex работает, если лок уже взят, и другой кто-то пытается его тоже взять, то он заблокируется, пока первый его не освободит. Здесь у нас эти самые первые и вторые, это два процесса. Ну, какой-то файл сразу дальше снять? Ну, ну, дальше, да. Создать файл это mutex? Ну, например, да, можно так. Регитации его, да. Да, только тогда надо, чтобы эти два процесса не знали, какой это именно файл, чтобы они оба к одному и тому же файлу пытались сделать flock. Ну, это не проблема, если это у нас два то, например, два процесса с одинаковыми, ну, запущенные с одного исполняемого файла, то можно, например, этот самый исполняемый файл юзать как лок. Или можно использовать функцию fcntl и лочить только первый байт файла, если мы остальные байты хотим как-то юзать потом. Ну, короче, да, в целом идее такая, мы создаем файл и используем его как mutex, который нам файловая система предоставит. да, и он даже получается чуть ли не лучше, чем mutex, а, хотя нет, да, он чуть ли не лучше, чем mutex, который посиксовский, семафоры посиксовые, потому что, когда мы берем и флок, и потом процесс умирает, он и флок сам освобождает. Если мы берем косиксовский семафор и его там лочим как-то, лочим, то у нас, когда процесс умирает, он не делает анду все своих операций. Получается, эти операции, ну, вот эти локи, они даже безопаснее. Теперь самое интересное вообще, что на этой лекции будет, мультиксед. Между потоками, нет? Между потоками это не будет работать. Нет, нет. Мминутексы. Ну, то есть, это, там, мминутексы, они, семафоры, например, семафоры. Семафоры, они между, их можно между потоками, а можно между процессами. По-моему, насколько я знаю, да. Можно между потоками, а можно между процессами. Но если у тебя внутри потоков, между потоками, то там лучше использовать не эти, и EPC. Метод EPC не нужен. NDPC это Interprocess Communication. Если у тебя внутри одного процесса, то лучше использовать какие-нибудь патрэдовские там функции, типа патрэдмютекс, патрэд, там. Если тебе нужен семафор, то лучше брать не посексовские семафоры, а реализовать свой поверх патрэдмютекса. Будет надежнее. Понятно, да? С локами всякими. Мультиплексирование дескрипторов в чем проблема того, что у нас много дескрипторов, и надо из разных что-то читать, писать. Во-первых, как понять, из какого сокета именно надо читать. Во-вторых, когда из какого сокета читать, из какого, не обязательно сокета, вообще дескрипторы. и как организовать вот эту вот оркестрацию, когда на какое событие реагировать, на событие, что на клиенте, на сокете стали доступны данные на чтение, или что в сокете снова можно писать, например, он там заблокировался на запись, потому что буфер переполнится, потом все подправлял и стал снова доступен на запись. То есть, файловые дескрипторы, в частности сокеты, могут генерировать какие-то события, что я доступен на чтение, я доступен на запись, или у меня произошла ошибка, посмотри на нее. Ну, вот разные события есть, их на самом деле очень много, я лишь малую долю перечислил. Как нам реагировать на эти события? Есть довольно дубовый и тупой способ, называется полинг, просто опрашиваем все дескрипторы по очереди, как вот мы делали в начале лекции, и там был вопрос, почему это не будет работать. Оно не работало, потому что будет блокироваться, но мы уже знаем теперь, что есть флаг он он блок, можно его просто на все дескрипторы поставить и в каждый дескриптор тыкаться просто бесконечно, пока из него что-нибудь не выйдет. Тыкаемся в серверный дескриптор, вот, а нам повезло, ошибки нету, значит, берем нового клиента получаем. Если ошибка, значит, клиентов нету, и с каждым клиентом по очереди потом тоже работаем в неблокирующем режиме. То есть, я все дескрипторы делаю не блокирующими и если у меня на этом дискриторе ничего нету у меня не заблокируется но у меня будет просто ошибка возвращаться сразу в целом это будет работать хоть и довольно по-дебильному есть проблемы с реализации с такой вот с этим полингом вообще как и фактически это получается безелуп просто активное ожидание бегаем непрерывно всех опрашиваем здесь есть проблема что мы делаем лишние системные вызовы потому что если на сокете или там на файле на пайпе на терминале ничего нету мы вызываем рид или райт который мы вызывать не могли то у нас он сразу вернет ошибку системный вызов то сделан потратили на это какое-то время потратили cpu какую-то энергию на это потратили электрическую вот и у нас получается что задержка обработки линейно числа дескриптора зависит то есть если у меня если я сейчас вот в этом цикле в начале этого цикла только вот сюда дошел в самое начало этого цикла у меня какой-то клиент в конце этого цикла получил события а все остальные клиенты ничего не имеют я под каждого из них сначала потыкаюсь проверю что в них ничего нет только потом дойду до последнего клиента то есть чем больше у меня клиентов тем дольше я буду до каждого из них доходить вот в этом цикле длиннющим будет задержка которая будет такая что уже может быть даже и не и не нужно будет ничего читать писать уже поздно будет клиент уйдет но как бы это все равно работает хоть как-то поэтому я показал что есть такая концепция как полинг но есть нормальные способы работать с многими файловыми дескрипторами называется мультиплексирование дескрипторов когда мы сразу со многими дескрипторами работаем как с одним это функции select пол которые доступны на ну практически везде функция как и у семейства функций как и у которые есть на маке на бсд и семейства функции и пол который есть на линуксе все эти функции они принимают какое-то множество файловых дескрипторов и блокируются и потом возвращаются когда хотя бы на одном из них произошло какое-то событие и возвращают нам какое мы их обрабатываем потом опять блокируемся поэтому и название такие select это типа select events то есть выбрать события из набора файловых дескрипторов пол но это видимо по аналогии с полингом только нас на самом деле это будет не полинг это будет нормальная реализация как you это вообще очень мощная вещь в маках и в бсд она не только позволяет мультипликтировать дескрипторы она вообще на любые события в системе позволяет реагировать это расшифровывается как кернал events кернал кью кернал венске и там можно на многое реагировать не только на файловые дескрипторы и в е поле я подозреваю это расшифровывается как extended пол вот касательно файловых дескрипторов у них у всех задач примерно одна и та же просто разный интерфейс разная реализация немного сначала посмотрим select select выглядит вот так есть ну есть в опции select она принимает 3 3 набора файловых дескрипторов потому из каких какие события мы хотим получать вот в этом наборе мы передаем файловые дескрипторы которые мы хотим слушать на возможность чтения здесь файловые дескрипторы которые хотим слушать на возможность записи здесь файловые дескрипторы которые хотим слушать на разные исключительные события понятно что значит слушать события типа select просто будет блокироваться пока кто-нибудь здесь не станет доступен на чтение или кто-нибудь здесь не станет доступен на запись или кто из у кого-нибудь здесь не произойдет какая-то ошибка или исключение то есть select он прослушивает у кого что происходит когда что-то происходит он нам это возвращает и можно вы задать тайм-аут вот смысле select заблокируется как ну заблокирует поток заблокируется до новый да он заблокируется вейт который типа потомка завершает новый даудуэйт заблокирует заблокирует поток пока не завершится ребенок то же самое ридера это всякие операции которые блокирующие которых нет флажка он отбок они тоже блокируют поток и select он тоже блокирует поток но селектом это можно делать поскольку он блокирует поток сразу на всех этих файловых дескрипторах и вернется когда хотя бы на одном из них что-то появится и мы здесь можно даже выбрать насколько блокироваться мы в его операциях ридрайд с эндресифтом и прочих мы не можем тайм-аут выбирать мы блокируемся навсегда ну почти навсегда можно сигнал прервать но это здесь не особо важно в общем случае не блокируется навсегда select мы можем тайм-аут выбрать вот что такое вот этот fd set это не это не массив файловых дескрипторов это такая структура которая которая нам недоступна в смысле мы не видим как она определена у нас просто есть тип fd set который можно на стеке объявить можно молоком создать и дальше уже работать с ним вот этими функциями которые позволяют нам ну что с этим fd сетом делать можно занулить этот fd set можно добавить в него файловый дескриптор то есть десет в который добавляем и какой дескриптор добавляем понятно да можно проверить установлен ли в нем уже файловый дескриптор может скопировать из одного и до сета в другой все все дескрипторы мы даже мем себя не можем использовать с fd сетами потому что это десет на самом деле может быть как указатель реализован на просто указательным за им спи а им что смысла не будет поэтому для любых операций с fd сетом надо использовать только эти обертки вот и самая непонятная дырявая вещь в этой опишки на мой одна из самых непонятных и дырявых вещей в селекте что что здесь не придется ни количества файловых дескрипторов во всех этих множествах максимум по всем файловым дескриптором во всех трех множествах плюс один зачем такая вообще дурацкая фигня может быть нужно что это вообще значит почему не количество вот на самом деле все это из-за того что обычный fd сет это битовая маска размером 1024 бита где каждый раз когда мы делаем fd сет бит с номером fd сетается в единичку вот и здесь мы фактически продаем максимальный номер бита из всех этих трех сетов и когда select будет сканировать наш файловый дескриптор он будет доходить максимум добита вот с этим номером то есть эту штуку можно просто и там интересе 2 макс как бы передать даже не 32 макс там специальные константы для этого есть fd сет сайс такая константы есть она просто 1024 по моему равна но если мы хотим что select сработал чуть-чуть быстрее мы можем указать максимальный бит файлового дескриптора из-за того что файловый дескрипторы на самом деле вода сети хранятся как как установленный битик и битов всего 1024 dc от хранит получается что мы можем в select am отслеживать максимум 1024 файлового дескриптора во первых и во вторых он не умеет отслеживать файловый дескриптор у которых значение просто номер fd больше чем 1024 конечно вообще бред видимо когда-то этого было достаточно и 1024 файловых дескриптора было открыть невозможно в одном процессе но сейчас это вполне себе реально поэтому select он такой очень узко применимый также может возникнуть вопрос почему почему нельзя было вот этот fd вот этот nfd с автоматически в каждом все в десете хранить и чтобы в десет и его обновляли мой ответ я не знаю ни почему просто такое пи пи дырявые нам приходится самому этот nfd считать понятно пока это чё-нибудь или чё-то уже непонятно вот и select он когда мы его вызываем заполнив эти fd сеты все три или только один или два то есть мы можем налами передать все десеты которые нам не нужны вот он блокируется до возникновения события на одном из дескрипторов которые мы их десетами все это ли на одном из трех множеств там может много событий сразу произойти может хотя бы одно этого будет уже достаточно чтобы select разблокировался и вернулся после возврата ну там может что тайма вот произойти на гном просто ноль вернет если он вернул не 0 и не минус 1 значит у нас произошли какие-то события как определить какие события произошли на каждое событие которое произошло даже не так на файловый дескрипторе у которых события никакие не произошли select их из of the set of удалит всех трех и оставит только те дескрипторы у которых события произошло вот как это выглядит на примере я создаю сет просто на стеке его объявляю зануляю его добавляя сюда какой-то один файловый дескриптор 2 вот здесь считаю этот дурацкий nfds как максимум по этим двум дескриптором плюс 1 передаю сюда сет чтобы отслеживать на чтение эти два файловый дескриптор остальное мне не нужны просто лами задаю пока понятно да до этого места все потом select мне вернется когда что-то произойдет и я проверяю если у меня файловый дескриптор 1 в этом сети все еще остался то есть он там засет он значит у меня есть в нем данные которые я могу с безопасно прочитать и не заблокироваться вот я их читаю понятно да и то же самое со вторым я просто смотрю установлен он там или нет из установлен то же самое потом читаю вот и так нужно сделать каждым файловым дескриптором которые мы сюда добавляли после select надо проверить он там остался или нет если он там остался значит с ним что-то произошло если он там нет значит можно ничего не читать не писать с ним ничего не происходило понятно да точно понятно так получается что вот такие вот есть проблемы у select суммарно после каждого срабатывания этот fd set он его меняет в этот сет когда что передуманного поменяют после каждого селекта нам нужно будет перед тем как снова звать селект опять вот это все сделать если у нас дескрипторов много нам этот fd set придется с пересобирать довольно ну не просто каждый раз надо будет его сделать zero заново установить все дескрипторы только после этого опять звать селект хотя можно наверное проще сделать можно сделать set 1 и какой-нибудь set копии еще один когда мы здесь их заполнили скопировать сет 1 в сет копии сюда передать сет 1 и и после селекта все это один скопировать сет копию то есть заново все не сетать а просто хранить копию которую мы будем после след каждый раз реставрить можно наверно так видимо поэтому это копия здесь нужен только сейчас понял но это все равно не меняет сути что нам нужно каждый раз fd set как-то обновлять после каждого селекта во первых во вторых можно заметить что структ таймвал таймаут он здесь не константный не константный указатель то что может его поменять то есть нам еще и тайм а вот нужно будет после каждого селекта ресетать и размеров десета ограничен 1024 дескрипторами каждый из которых должен быть по значению меньше чем 1024 это самое серьезное ограничение селекта из-за которого и узнать но и узнать реально очень сложно и не очень безопасно понятно да селектом и теперь чтобы продемонстрировать как можно его использовать мы возьмем модифицируем примеры которые были с прошлых лекций про клиенты и сервера там было так что клиент подключался к серверу посылал число число возвращалась ему величиной на 1 он выпечатал сервер просто каждый инкрементировал уже третью лекцию пример смотрим в принципе по логике тут еще не поменялось а клиент у нас вообще даже по коду не поменялся здесь вообще ничего как бы я не явно клиенте ничего не менял клиенту еще также читает число посылает его серверу потом читает сервер ответ и печатает а все клиент здесь больше ничего не делает и больше к этому защищаться не будем к клиенту потому что ну там все равно только один файл в дескриптор вот этот вот сок и мы всегда перед тем как писать в ток мы должны сначала что-то прочитать поэтому на клиенте мне селект здесь нет смысла использовать а вот на сервере у меня клиентов может быть много и как мы помним прошлой реализации сервера у меня на каждого клиента создавала поток теперь я попробую потоки не создавать и использовать select у меня будет всего один процесс один поток но при этом я смогу сразу со многими клиентами работать без полинга для этого я резовал во первых функцию заполнения fd set а вот у меня есть массив клиентов массив дескрипторов клиентов куда попадают все что я на цепь принимаю количество клиентов файловый дескриптор сервера вот который эту сокетом создаю я просто беру и заполняют fd set всеми клиентами серверами там всем подряд понятно ничего такого особо интересного сервере в начале сервера тоже ничего не поменялся точно так же делаю сокет бинт лисен чтобы клиенты могли ко мне коннектится пока ничего не менялось вот и здесь уже начинаются изменения теперь у меня клиенты поскольку я не могу под каждого клиента выделять новый поток я их храню все в одном потоке как массив просто дескрипторов вот у меня указатель на массив энтов и каждый каждый этот файловый дескриптор клиента и у меня есть 30 который я вначале каждой итерации по циклу беру и заполняю и вот он него возвращает максов который вселект потом передам понятно да пока чуть здесь происходит короче здесь select макс макс fd плюс один потом указатель на вот этот рецепт который я всех клиентов сервер запихал и все остальное налами ну и time time out маня time out я задал как блин time out я зал как две секунды структура time вала у нее два поля этого сектора и усик твой сек это количество секунд аюсик количество микросекунд я ровно две секунды жду и каждые две секунды буду печатать сообщение time out если у меня select time аутился то есть никого события не произошло вернет 0 я просто допечатаю time out и заново пытаюсь делать если он вернул не 0 то это либо минус 1 и произошла ошибка либо это количество файловых дескрипторов которые остались во всех трех до сетах которые там еще которые нам максимально надо прочекать он нам не говорит какие поэтому нам придется по всему этому fd сету про итерироваться и каждого клиента проверить но он говорит сколько поэтому может получиться что мы раньше закончим сначала я проверяю отдельно сервер я смотрю у меня в рид сети сервер еще остался или нет если он остался это значит что на серверном сокете есть события чтения потому что я вот в рецепт передавал понятно если на серверном ну на серверном сокете он так работает что он же не пишет не читает данные он только клиентов принимает и если на серверном сокете казалось что появилось события чтения возможности чтения это значит там не данные пришли а клиент пришел то есть можно отцепт позвать без блокировки я здесь зову отцепт я уверен на сто процентов что у меня отцепт не заблокируется то есть если лек говорит сервер в сети остался значит там есть события есть новый клиент я его просто беру я уверен что он там есть понятно да вот select вернул насколько всего дескрипторов если мне там остался сервер то я знаю что у меня есть новый клиент добавляю его в этот массив и уменьшаю нфдс уменьшаю нфдс чтобы если я увижу что я уже всех все файлы дескрипторы нашел какие остались то я вот этот цикл просто пораньше смогу завершить всех клиентов не обходить в общем случае мне придется обойти всех я для каждого клиента смотрю остался он в этом в этом в этом рецепте или нет если он не остался то я его проскуп пропускаю на нем событий нет понятно да если на нем события есть я могу безопасно сделать из него чтение запись там и прочее у меня этот интеракт не будет блокироваться потому что мне select сказал что там данные реально есть значит я могу сделать рит могу там сделать райд но с райтом другая история мы здесь райты пока не смотрим главное что я могу сделать рит ну remove client я здесь не показываю как реализован он просто тоже реалок делает из массива удаляет и в конце я всех там закрываю освобождая все массивы можно конечно этот нфдс игнорировать и просто реально все файловые дескрипторы проходить в конце концов и всего максимум 1024 может быть вся нефта в трех сетах получается максимум ну да все на 1024 получается то есть одни так уж и много но но все же понятно как нфдс работает меня может получиться так что у меня клиентов там 1024 мне select вернул 3 и у меня клиенты там 5 10 15 события имеют в 3 5 5 10 и 15 я нфдс каждый раз по единички уменьшу и вижу что стал нулем и остальные остальные 1009 клиентов я не буду здесь уже проверять если бы я не использовала нфдс я бы каждый раз по всем 1024 проходился мы ну да будет опять опрос но он уже не такой страшный потому что я здесь не зову системный вызов никакой видишь я здесь смотрю если событий нет раз континью этот и сет он не системный вызов это просто проверка что бит в этом сети установлен полинг был страшнее потому что мы реально каждый раз звали рид или райт здесь мы только битики проверяем это конечно не так медленно все равно какой-то полинг получается посмотрим теперь действительно это все будет работать ну конечно действительно я просто хочу это показать я запускаю компиляю запускаю сервер и жду 2 секунды пишет таймаут что еще 2 секунды пишет таймаут ну то есть там реально он типа селект от блокируется на какое-то время его опять завод опять блокируется ничего не происходит потом компиляю клиенты запускаю и у меня становится доступно но селект мне возвращает что у меня сервер в рид сети появился с него можно сделать ацепт и там у меня код делает ацепт пишет новый клиент там все такое еще один клиент приходит снова не у клиент один клиент что-то отправляет но я печатаю на к с клавиатуры 100 он отправляет 100 здесь я пишу что сейчас я взаимодействую с файловым дескриптором номер четыре оттуда мне пришла сотка я увеличиваю на один отправляю 101 и вот я получил второй клиент тоже отправляет завершается и у меня опять событие произошло типа на чтение на самом деле это клиент завершился первый клиент тоже завершается то есть у меня один поток одним один процесс и я все равно могу со многими клиентами работать и у меня нет полинга следующая функция пол это немножко продвинутая версия селекта она немножко продвинуть ее в том плане что у нее нет ограничения на количество файловых дескрипторов вместо каких-то их десетов просто передаем массив этих дескрипторов которая может быть сколько угодно там тысяч обязательно 1024 ну и там каждый дескриптор он не совсем один передается он передается еще с событиями с битовой маской событий которые мы хотим слушать это события на ошибки на input на output ну короче почти то же самое что было в селекте только здесь это в виде битовой маски они видят трех массивов разных там событий на самом деле гораздо больше еще разных есть которых в селекте уже не в селекте недоступны я здесь не буду вот эти смотреть самые интересные для нас вот эти и почти всегда их достаточно понятно дают чего вот это вот такое ну точно лишь как селект работает он принимает этот массив и блокируется до тех пор пока хотя бы на одном на 1 и в дэшке из всего этого массива что-нибудь не произойдет когда что-то происходит у каждого полы в фд он в поле r events положит битву и маску событий которые произошли предположим я здесь сюда установил событие полгин пол аут пол ер я хочу все события слушать если там произошло событие что можно что-то прочитать то у меня в р events только полкин будет то есть fd events он не меняется r events меняет у меня будет пол-ин если что-то можно прочитать у меня будет пол-ин или пол-аут вместе типа битовая маска если у меня что-то можно читать а можно писать короче здесь будет будут те же биты что в events а может быть меньше больше битов тут не будет понятно да он просто возвращает вот сюда эти биты и нам не нужно каждый раз из-за этого пересобирать весь этот массив потому что он не меняет вот эти два поля наших он меняет только вот это поле которые которые мы все равно никак не можем не увлиять вот как может выглядеть примерно на поле я делаю массив из двух пол структ пол fd заполняю первый каким-то дескриптор мигах говорил что хочу слушать его на чтение второе хочу слушать и на чтение и на запись и делаю пол с таймаутом там на 2 секунды с массивом дешек размера 2 когда пол вернется ну там его будет тайм-аут либо ошибка предположим что у меня он вернулся потому что события произошли я тогда опять у каждого файлового дескриптора проверяю уже поле r events я сетал events проверяю r events я проверяю если у меня у файлового дескриптора ноль там установлено пол in значит я могу безопасно читать ничего не будет блокироваться то же самое с вторым файловым дескриптором я здесь уже я здесь два события просил поэтому я каждый из них по отдельности могу проверить понятно да получается плюсы что в число файловых дескрипторах практически не ограничено ну разумными пределами но ограничено конечно не нужно пересобирать массив пол fd него один раз создаем потом уже может что-то добавляем там удаляем но каждый раз его пересобирать не требуется чтобы пол позвать но полу есть проблема что точность таймаута миллисекунды вот здесь вот я в примере сделал 2000 миллисекунд я могу минимум одну миллисекунду сделать например 500 микросекунд я не могу есть функция p пол на линуксе но на маке например ее нет так что не очень портируемое решение использовать попал чем можно считать что есть только пол и вот он смеет с миллисекундами все с этим надо жить в целом это не очень страшно если он в основном слушает сеть потому что в сети задержка все равно миллисекунды то что мы среагируем сейчас на 500 микросекунд раньше ничего не изменится но есть еще одна проблема которые присущие селекту и полу каждый раз когда мы передаем сюда этот массив это все-таки системный вызов пол и в ядро он весь этот массив передаст и ядро будет по всему этому массиву проходить что-то с ним делать каждый раз каждый вызов пола она будет весь этот огромный массив проходить и проверять если там уже события которые можно сейчас вернуть там короче она будет итерироваться по всему массиву и то есть полинг он как бы ушел с юзер спейса но в каком-то виде он остался в кирану спейсе это не очень прикольно получается но это все равно лучше чем селект как это будет выглядеть сервере и тут не весь код сервера я только кусок который вот отвечает за прием клиентов и взаимодействие с ними оставил вместо того чтобы делать fd set и заполнять его какими-то битиками я теперь создаю массив ли создаю массив структуру пол fd пока что размером всего один элемент днем будет только сервер вначале лежать и все я слушаю сервера входящие соединения то же самое пол возвращает либо количество файловых дескрипторов либо ноль если тайм-аут либо минус один если ошибка тут в принципе ничего особо не не поменялось вот потом когда он что-то вернул я смотрю опять если это сервер я знаю что в ds 0 у меня сервер так что если это сервер то я делаю ацепт опять добавляю туда новый дескриптор вот вместо того чтобы просто файл дескриптор в массив добавлять и у него еще вент должен засетать теперь видно но я опять с каждым клиентом проверяю что если у него полын есть туда что-то делаю если нету туда кондиюю очень похожий на селек только у нас больше нет ограничения на количество дескрипторов и не нужно каждый раз перед полом здесь вот пересобирать все понятно да вместо массива int пол как и селектор нет добавление через вставку в полах д дарь ему в клиенту мне тоже . крелок реализован просто удаляет и все это были функции селекты пол они есть принципе везде можно рассчитывать как бы на них независимо от того на какой системе мы будем работать есть еще более продвинутые очереди которые решают вот эти вот проблемы что таймаут миллисекунд или что каждый раз гигантский массив дескрипторов надо передавать ядро по нему пробегается есть уже более специфичные способы с этим бороться на разных системах на bsd на маке есть такая вещь как и у керна ловен скью это такой генеричный способ следить за разными событиями в системе не только за файловыми дескрипторами например через как и у можно следить за чужим процессом когда он умер когда он там знаю форкнулся когда он еще что-то сделал разные на разные события можно подписываться мы здесь будем смотреть только в контексте файловых дескрипторов у него довольно сложная дурацкая пишка который сложно осознать но мы все-таки попытаемся для создания очереди ну точно здесь выделена фаза создания очереди и создат фаза работы с очередью отличать слегка и пола нам не нужно делать было сначала некий select create а потом select и пол create а потом пол сразу делали select пол скак ю здесь по-другому на сначала очередь создать это просто функция как you который ничего не принимает и возвращает файловый дескриптор к очереди то есть как его она возвращает файловый дескриптор который даже можно в еще одну как и передать можно такую иерархию тех как и устроить короче она возвращает файловый дескриптор который потом используется как первый аргумент во всех функциях которые с как ее работают и самая главная функция это вот главная функция есть которая работает с очередью она служит и для добавления новых событий на прослушку и для получения случившихся событий называется эта функция к и вент она одновременно выполняет функцию селекта пола как бы ее управлением очередью она принимает два массива но она принимать дескриптор очереди два массива первое это массив изменений которые надо применить к очереди это изменение вида добавить на прослушку новое событие или удалить с прослушки какое-то событие дальше она принимает массив это уже как бы ну аут параметр выходной массив мы сюда просто передаем массив она его будет заполнять то есть вот это поле мы заполняем а вот это поле заполнит к и вент сюда он положит случившиеся события понятно можно за один вызов и изменить список событий которые мы смотрим и за тот же вызов получить уже случившиеся не знаю зачем это вообще надо не очень удобно и пик нужно такое ну и тайм-аут тоже там есть тайм-аут там в к ивентах можно хоть до наносекунд задавать и каждый к ивент который мы здесь вот передаем но больше интересно то что мы здесь передаем потому что то мы заполняем только вот это поле сами каждый к ивенту написывается идентификатором этого ивента случае его операции это файловый дескриптор просто все fd когда к ивент он вешается не на его операции там может быть пит процесса может быть еще чего-нибудь у нас это просто всегда файловый дескриптор то же самое что мы в пол передавали вот потом поле фильтр это тип события которые мы хотим смотреть хотим смотреть на чтение на запись этот дескриптор отслеживать на исключение на закрытие на еще на что-нибудь тут больше забыть и чем в поле или селекте в какие вообще реально очень много событий можно верно целую лекцию отдельную как считать так да через флакс поле называется флакс но я на самом деле не очень понимаю почему он ему больше подходит имя cmd потому что здесь мы передаем что с этим событием сделать добавить его в очередь или удалить из очереди констант этого для этого есть поменять события и поскольку к ивент он больше не принимает постоянно один и тот же гигантский массив дескрипторов мы можем как за за много вызовов к ивента подбавлять туда дескрипторов а потом они будут здесь возвращаться но мы не знаем заранее в каком порядке если раньше в селекте и в поле мог быть уверен что в поле у меня там в этом массивке в этом массивчике в дешек первый элемент был сервером в селекте первым битом в fd сети у меня тоже был сервер то есть я знал где какой дескриптор у меня лежит с чем он связан с клиентом или сервером sky вентом так уже не получается я могу сначала добавить в к ивент кучу клиентов потом сервера или там наоборот возвращаться они будут совершенно в произвольном порядке в каком как бы каком событие происходит такому возвращаются то есть не просто возвращается здесь какой-то структ к ивент звездочка вот с этими полями и мне нужно понять за что он отвечает это сервер это клиент мне нужно звать ацепт или рид я не знаю и чтобы понять в к ивенте когда мы к ивент сюда добавляем мы можем вот это вот поле заполнить произвольными нашими данными которые вернутся потом вот сюда когда событие произойдет в неизменном виде например я могу сделать чтобы у меня в этом поле хранился какой-нибудь тайп сервер или клиент или каждого клиента описывать структ клиентом там и сюда передавать указатель на структ клиента которые я потом буду кастовать понятно да зачем это поле надо но остальные поля мы тут не смотрим они в его операциях не используется и функция и все это такой макрос который нам структуру к ивент сам заполнит чтобы поляете по одному не сетать самому создание очереди ночь простое так это опечатка здесь нет никого аргумента на самом деле вот создание очереди простое мы просто вызываем как ее все если мы хотим добавить на прослушку новое событие с дескриптора fd то мы создаем к ивент вот я его создаю я его заполняю я заполняю к ивент чтобы он слушал файловый дескриптор fd слушал начнение на запись на что-то там еще и этот дескриптор надо добавить эта команда на еще ничего не сделала на просто структуру к ивент заполнила и все понятно и вот потом через вызовка и вентки а этот новый вент добавляю вот я в чейнг лист добавляю только один чейнг этот чейнг заключается в том что надо добавить новые события которые описываются вот таким способом возвращать я оттуда ничего не хочу поэтому все тут на ламе забиваем все понятно то вот этим вызовом я не некие события не ждал я просто в очередь добавил на прослушку новый файловый дескриптор и все новое событие как его можно потом из этой очереди удалить когда мы делали селекторы полки просто из массива удалял этот диск это и все здесь нам этот гигантский массив который в ядре там где-то хранится нам напрямую недоступен поэтому чтобы что-то удалить нужно опять брать структуру к ивент опять заполнять ее что я хочу удалить события которые сейчас слушает fd с такими-то там флажками я хочу его удалить вот я это заполняю эту команду и вызываю 5 к ивент и он удалится вот этот к ивент предыдущие они оба не блокируются они просто выполняют какую-то операцию быстро и возвращают все какие события произошли меня здесь не интересует поэтому в боях случаях я всю на ламе забиваю вот как теперь события получить наоборот я беру структуру опять к ивент я ее не заполняю никак я просто и объявляю нас таки сюда передаю а вот параметрам то есть массив всего из одного события и я не хочу ничего менять поэтому здесь нулями все забивают тайм аут хочу бесконечный ставлю нал к ивент заблокируется тех пор пока что нибудь с очередью не произойдет какое-нибудь событие который я там раньше добавил предыдущими там вызовами не случится когда она случится к ивент разблокируется и я смогу ну и в хэппин это ивент он положит что произошло я смотрю если это произошло что появилось событие чтения то я беру у него там поле ю дата например из него достаю какие-то свои поля и что-то там делают чтение записи что мне еще надо если это запись то у меня фильтр такое поле установится в фил трайт если надо битвы маску проверять они на равно тоже опечатка понятно да здесь можно не один ивент передать можно за раз сразу много ивентов получить чтобы количество системных вызовов сэкономить но для простоты кода я здесь просто одно событие каждый раз вытаскиваю а можно вытащить там десяток сразу это не значит что он заблокируется до тех пор пока все 10 событий произойдут он просто тоже вернет количество событий произошедших точно так же как select как пол то есть он может вернуть меньше событий чем здесь запросили понятно туда посмотрим как это теперь выглядит в живую вот я опять создал как его добавил туда на прослушку сервер для этого и заполнил что я хочу слушать new event вот я мусор хочу слушать сервер на события чтения и это событие надо добавить вызываю к ивенту но добавится и потом в цикле бесконечно вызываю к ивент который будет блокироваться пока не заполнит вот это вот поле но опять он там 0 на тайм-аут вернет минус 1 на ошибку если все остальное то что-то произошло в нее ивент он значит вот в этот new f вам не положил что-то я смотрю там я здесь не не пою дать я смотрю а по идентификатору да при здесь не использую мне просто нечего накласть у меня достаточно дескриптор посмотреть в дент он положит файловый дескриптор на котором произошло события я смотрю что если у меня что-то произошло сервером тогда я но опять принимаю нового клиента добавляю его в очередь вот то есть также как этот сервер добавлял то есть также и клиента добавляю если это не сервер значит это по-любому какой-то клиент я с ним просто взаимодействию мне даже здесь неважно какой именно клиент и просто стим читаю пишу и к ивент отличается от всех остальных целеграф от пола от е пола тем что у него когда пайловый дескриптор закрывается ну например другая сторона закрыла сокет клиент взял завершился позвал там close и у нас но пришло уведомление типа об этом он тогда помимо того что рид из этого сокета начнет возвращать 0 он еще и в flags вернет флажок кив и of если вернулся такой флажок это означает что файловый дескриптор закрылся на чтение и из очереди он уже удален то есть мой взгляд это не очень удобно что он сам что-то оттуда удаляет на короче если она вернулся и флажок и в его в то дескриптор искай иск искать и уже удален нам остается только коснуем позвать все и явно его удалять ниоткуда не надо меня раньше там были функции римов клиент который из массива удаляли а в к ивенте это мне уже не нужно и можно обратить внимание то что удаляется как и у обычным клоузом вот я здесь какие создал и потом на него клоузов потому что это обычный файловый дескриптор тоже нет никакой функции как и уделить как его дестрой я просто клоуза у понятно да и счет непонятно и все что я проговорил всплывающими окошками добавляю на прослушку события буду получать по одному хотя мог бы и не по одному ду мне удобно по одному проверяю что это сервер если это сервер добавляю нового клиента проверяем в пожалуй киевов уничтожая очередь на клоуз так какие есть плюсы у как и у и какие минусы во первых у как и у количества файловых дескрипторов не ограничено тоже более того мы даже никакой массив не нужно хранить с этими дескрипторами это все внутри ядра сама хранится набор событий в как и у гораздо больше чем селекте в поле и даже в и поле насколько я знаю не только на его операции на разные вообще кирнал от события кирнал вент и наверно в линуксе тоже есть какой-то способ кирнал вент и по-другому как-то ловить ну вот в маке по-другому выглядит как-то удобно что централизованную через как you и в бсд и можно выбирать точность ходе до наносекунд можно наносекунду микро там можно такой флажок передать который будет указывать тип тип единицы измерения будет указывать единицу измерения времени что это именно на секунду микрость просто секунды или мили там неважно можно выбирать мне не обязаны мили секунды и сзади но как видно интерфейс у него реально очень стрёмный потому что все над делать через какую-то большую функцию к и вент которая делает все она и возвращает события на и добавляет и удаляет и модифицирует и все на свете она делает это не очень удобно такое использовать и она есть только на маке на бсд в линуксе нет в линуксе есть аналог немножко упрощенный урезанный но это наверное даже и к лучшему просто выглядит понятней называется и пол экстенд пол в нем ну в нем тоже есть и полк рейд как бы вместо как у которой у нас раньше было она принимает параметр сайс но я можно внимание не обращать сайс он сейчас игнорируется в реализации и полы в современном ядре а раньше он просто был нужен потому что и поле было ограничено размер очереди а сейчас он не ограничен поэтому сайс можно передать чем угодно он уже неважно не важен но пишка такая осталось менять системный вызов уже нельзя поэтому я его буду передавать всяким мусором здесь и что самое приятное в нем вместо одного большого к ивент разделены но есть две отдельных функции для управления очередью и для получения событий из очереди управление очередью делать через и пол с отель где мы можем тоже добавлять удалять дескрипторе менять там что-то ожидание событий делается через функцию и полу и на мой взгляд так гораздо проще чем один мега к ивент какой-то но и у него по аналогии sky event там есть и пол ивент он выглядит попроще я бы даже сказал гораздо проще единственное поле которое в нем имеет значение для и пола это более венц мы когда здесь и полцит или добавляем что там указываем дескриптор и указываем ивент которым достаточно только поле events заполнить но там будут уже событий типа слушать на чтение на запись это как обычно все а поле дата мы вольны заполнять как хотим были не заполнять вообще как мы помним в как ю было поле дата что-то вроде него было звездой звездочкой у дата куда мы могли свои данные класть то здесь у нас гораздо больше простор мы можем класть тоже будет звездочку можем класть файл дискриптор сохранить его тут можем какие-то свои большие там энты класть чего угодно вообще вот это юнион то есть только что то одно из этого надо выбрать интерпретировать уже у себя в приложении как хотим понятно довольно простая штука получается вот здесь уже не опечатка есть реально передаю какой-то бред раз-два-три-четыре-пять можно чего угодно передать это не имеет никакого значения в современных реализации почему это аргумент нельзя выкинуть просто сделать apple create без аргументов потому что тогда сломается совместимость со старыми старым кодом поэтому приходится вот теперь эту фигню передавать единственное чего почему-то нельзя делать его нельзя передать ноль я не знаю почему но дома не на линуксе так написано почему-то ноль нельзя больше воля что угодно можно передать это уже будет неважно добавление дескриптора теперь выглядит попроще я беру заполняю события которые хочу слушать и просто делаю и пол стоит мне нужно делать никакие все ты некий кайвенты я просто делаю и пол стояли указываю добавить на дескриптор такое-то событие все прям прямым текстом читается в линуксе в целом опишка обычно приятнее чем на маке у чего угодно хоть она может быть функционал иногда проще меньше но она приятнее понятно да как добавляется ну и удаляется он вообще элементарно где даже event могу не заполнять я просто говорю удалить такой-то дескриптор из очереди все ничего заполнять не надо не не нужны книги из трубка event объявлять какие-то и все ты на него опять звать за один за одну строчку камеру удаляется очень удобно посмотрим как это будет выглядеть в опять в том же примере сервером вот эту делу и по креет из единичку передаю 100 балды добавляю сюда сервера на прослушку в первую очередь добавляю сервер на прослушку вот создаю очередь добавляю сервера и жду события при помощи и пол вает я опять жду только одно событие здесь по аналогии sky event а можно массив передать из больше чем одного события чтобы и сэкономить количество системных вызовов но мне на здесь достаточно одного он тоже вернет количество файловых дескрипторов реально которое количество событий которые реально произошло то есть это будет меньше либо равно чем вот это вот чем размер массива 0 тайм-аут минус один ошибку все как обычно вот и я здесь в пользовательских данных я здесь их заполнил как поле fd и вот у меня здесь поле fd но передалось без изменений также как его здесь перепад передавал его тут сравниваю что если это сервер я опять что-то особенное делаю сервером чего с клиентом делать нельзя то есть зову функцию accept и добавляю нового клиента опять у него заполняю пользовательские данные свои и хочу его на чтение слушать вот и в отличие от к ивента когда у меня клиент завершается закрывается мне нужно его явно удалять поэтому я тут зову и полцетель дел какой дескриптор удалить тут поле игнорируется уничтожается он тоже функции close и пол тоже можно можно мне прям иерархию и пола встроить один гипо слушать кучики полов эти кучи и полов слушают еще можно в одном процессе в каждом потоке иметь свои и полы свои как бы к ивенты вот эти все вещи которые мы сейчас смотрели select и полу как you пол это все это все вот касается темы ивент лупов так называемых то что мы имеем в например в кутэ когда мы пишем на библиотеке кутэ у нее там есть такое понятие ивент луп когда какие-то события происходят и только когда они происходят вызывается их обработка или есть такие библиотеки либо ф либо вент наверняка в густе тоже к ним чигня для этого есть когда мы свою программу превращаем в программу которая реагирует на события они непрерывно что-то делает то есть она только при возникновении события что-то делает и вот все эти библиотеки они так или иначе реализованы в итоге поверх одного из этих четырех вызовов которые есть практически везде и вот какие плюсы-минусу и пола количество дескрипторов не ограничено и опять ненужный массив в юзерспейсе хранить и пол выйдет у нас не вызывают обход всего этого массива по новой но есть минус только на линукс к сожалению хотел бы видеть эту штуку на маке и точность тайм-аута почему-то до сих пор миллисекунды причем даже есть функция и пол один она называется или нет короче есть еще один еще одна версия и пола которая тоже принимает миллисекунды то есть есть select и по select один принимает здесь select который принимает точность микро секунд есть по select который принимает точность на на секунд и есть пол который принимает миллисекунды и п пол который принимает микросекунды есть и пол который принимает миллисекунды есть еще один и пол который почему-то тоже принимает миллисекунды то есть не сходится с другими уточнениями других как бы этих мультиплексоров понятно я так думаю что просто никому особо и не надо больше точность поэтому и оставили миллисекунду конце концов через сигналы мы всегда можем эту точность определенными манипуляциями увеличить просто это будет сложнее чем передать тайм-аут как один из аргументов это были синхронные мультиплексирование то есть когда мы назовем си и select и пол воедет или к ивент или пол у нас блокируется поток пока не произойдет событие или тайм-аут есть еще то есть способы даже поток не блокировать это вообще какие-то и легал по моему функции нелегальных все как-то и вязать они все очень некрасивые но они есть стандарте и поэтому они есть везде где-то стандарт поддерживается и на маке или на линуксе и на бсд я расскажу потом почему они мне не нравятся хотя казалось бы выглядит красивая пишка прям почти как javascript можно сведет колбеки там вешать на короче они довольно убоги на самом деле это семейство функции а его асинк и тут аутпут и там есть много разных функций две самых главных это а его рида его райт они принимают а его control блок в котором описывается какую как надо операцию выполнить с какого все то сколько надо прочитать сколько записать откуда записать куда прочитает вот в этой штуке все описывается до нее еще дойдем вот эти функции в отличие от классических рида или рай то они сразу возвращают управление не блокируясь и потом мы можем дождаться когда эта операция завершится на фоне там будет выполняться при помощи функции а его и роры а его и ритерна через а его и рор мы можем чекать что операция завершилась или нет если он завершилась то не с ошибкой или и если она завершилась без ошибки то мы можем позвать а его ритерны она вернет что он вернул рейдли райт которые делали там ридли райт он нам возвращает со ст это сколько байт прочитано или записано или ошибку и вот она здесь это вернет понятно а его suspend это похоже на по 3 джоин то есть мы блокируемся пока все его control блоки вот в этом списке не завершаться мы не хотим просто бесконечном цикле звать а его и рор пока он не завершился без этого можно не успел позвать у нас поток уснет пока все вот эти чуваки не завершаться можно отменить вызов если он еще не успел выполниться ну понятно как бы ничего не особенно просто можно отменить и все и можно выполнить можно отправить на выполнение сразу много операций не звать подряд кучу раса его рид а его райт отправить сразу массив на самом деле это в этом не вижу большого смысла поскольку ни одна из этих функций это не системный вызов и экономить количество его ридов а его райтов нет вообще никакой пользы когда кроме того что пишка усложнилась добавлением очередной функции каждый контрольный блок он описывается файловым дескриптором из которого надо прочитать или куда надо записать он описывается все там откуда надо читать откуда писать дело в том что когда на самом деле не знаю почему нельзя было как бы просто 1fd ставить мы же в рид или в райт не передаем явно все вот его риды и райт его приходится явно передавать то есть мы читаем сначала там начиная с нулевого байта ступает потом мы должны явно указать что следующий кусок мы читаем сотого байта а хотя не это имеет смысл да если мы подряд много ридов посылаем к примеру мы не знаем каком порядке они выполнятся узнаем что они должны определенные куски файла прочитать да тогда все это имеет смысл понятно да я не слишком а его бух это если мы зовем а его рид то в а его бух прочитается что-то из файла если мы зовем а его райт то из а его бух что-то запишется в файл это просто размер буфера приоритеты зачем-то здесь еще добавлены при том что даже стандарте насколько я понимаю написано что они могут быть проигнорированы вообще реализацией то есть это как бы совет планировщику этих операций что в каком порядке их выполнять но он может это поле игнорировать учитывать его частично то есть у нас нет гарантии что если пуш ним операцию высоким приоритетом на всех остальных обгонит волшебным образом выполнится быстро нет такого не будет здесь но мы сигналы пока еще до сих пор не прошли поэтому я просто скажу что эта штука делать я не буду рассказывать как она выглядит через эту вещь мы можем указать как мы потом хотим среагировать на завершение операции то есть ну один дубовый способ от не агировать не как мы когда-то сделали а его рид потом в конце делаем моего сэспекты и ритерн все а есть другие способы получить результат операции можно заставить послать нашему потоку сигнал когда операция завершится и потом в хендлере сигнала это обработать можно выполнить call back в другом трейде то есть в эту структуру можно передать указатель на функцию которая выполнится в другом трейде когда я вот эта операция вся завершится понятно да то есть прям такая прям настоящая синхронная обработка будет и это поле она используется в только в этой функции нам надо его засетать в реле в райд потому что когда здесь массивом передаем непонятно что каждый из этих элементов массив из элементов этого массива делай читает или пишет здесь это за нас функции орида его рай делали тут за нас никто не делает поэтому надо руками это поле заполнять когда мы ли о лист его за ним я туда сапишкой смотрим как выглядит применение вот вот синхронный аналог чтение 1024 байт вот как он может выглядеть двумя способами асинхронно и объявляю буфер опять то есть также как синхронном варианте и заполняю структуру а его к б сначала я делаю на ними мсет 0 потому что вот эти мемберы которые здесь написал их может быть больше то есть это те которые обязаны быть их может быть больше и чтобы они не остались мусором после того как якобы на стыке объявил я ее на всякий случай мемсет 0 делаю это вообще полезная практика делать мемсетать нулями любые структуры которые мы не знаем как выглядят и которые мы должны при этом как-то заполнять потому что со временами реализация этих структур меняется там могут появиться новые поля которые по умолчанию ожидаются там обычно нулями если наш ход эти поля не будет сетать то они останутся мусором в общем случае нас на лекции про стек про память и помню что показывал пример что когда мы что-то на стеке объявляем просто это принтаем там мусор появляется на линуксе точно появляется на маке она сама зануляется а вот на линуксе нифига вот поэтому на всякий случай если а его к б уже выглядит как-то по-другому там новые поляки добавились я все замеряю то что мне нужно я свету явно вот я говорю что я хочу прочитать из файлового дескриптора fd по текущему а все то то есть на каком месте это твд сейчас стоит я хочу с этого места и прочитать лсиком не вернет мою позицию в файле сейчас вот такой вызов альтика я не буду сейчас функцию лсик разбирать просто короче надо знать что она вот так вот текущую позицию в файле вернет очень простая и проще в мане прочитать чё она делает я говорю что читать надо сюда и прочитать нас прочитать надо столько-то и отправляю этот вызов на выполнение потом я бесконечно жду пока у меня это выполнение завершится мне ай а его ирор будет возвращать код ошибки ей in progress пока у меня операция не завершится когда она завершится он вернет ноль и я через а его return получу результат рида вот то же самое что мне рид здесь возвращается то же самое мне здесь а его return вернет понятно да вместо вот этого вайла я мог просто его за спинт еще позвать но здесь я узору здесь ничего не поменялось и просто показываю что можно его спинт использовать это был пример чтения простого чтения а есть еще случай когда мы хотим много операций асинхронно послать наверно тогда уже имеет смысл использовать это его если мы реально много операций шлем асинхронно я здесь пытаюсь прочитать асинхронно три куска по 1024 байта я тогда объявляю вот у меня вот так синхронный вариант выглядит это просто три раза за горит и все в асинхронном виде это вот такой вот такая жесть будет я объявляю 5 массив три раза по 1024 байта и у меня будет массивчик из трех а его control блоков каждый из них будет читать из из одного и того же файла по 1024 байта и поскольку я буду гизать ли у лист его для этого я здесь должен код операции сам передать если что они будут читать его рит и дальше интересное мне нужно аккуратно заполнить поле of set я говорю что первый колбек первый control блок будет читать первые 1024 байта то есть он будет начинать с того места где сейчас fd стоит второй колбек будет начитать после первого следующий 1024 байт будет читать третий колбек будет читать следующий ты 1024 после второго колбек то есть каждый читает свои 1024 байта и каждый читает в свою часть вот этого большого буфера этот читает в первые 1024 байта это во вторые этот в 3 и я вызываю функцию ли о лист его говорю чтобы она была не блокирующий передаю этот массив из трех операций потом что-то делаю там ну смысл этого всей асинхронной фигни в том чтобы отправить операции на выполнение потом что-то делать не связаны с этими операциями не блокируясь поэтому я здесь коменте написал что я потом что-то делаю неважно что там без блокировки и в конце хочу получить результат я зову его suspend на все три операции получаю результаты вот все у меня теперь прочитано все все эти три чанка по 1024 понятно да теперь почему эту фигню вообще не надо на самом деле использовать по возможности прям любыми способами надо избегать во первых это api не слишком популярны и его могут выкинуть и мы уже имеем примера и которые из линукса собираются выкидывать которые из мака уже выкинули это своп контекст несчастный которые первые домашки есть его уже с деприкейт или в маке собираются выкидывать потому что он ненадежный непопулярный в линуксе тоже сейчас блин был какой-то недавно же пример что из линукс тоже что-то выкидывают select в функцию select из линукса собираются выкидывать прямо в мане можно прочитать что не стоит использовать select лучше использовать пол пол а select собираются выкидывать то есть когда описываются непопулярным поддерживать его становится сложно ее могут задеприкейтить а потом в конце концов удалить я думаю что его это одна и одной из тех api которые использовать не надо но не очень популярный мы не можем рассчитывать что там через несколько лет его не дроп от просто стандарте просто возьмут и сделают опциональным это до реализации с радостью погрохают во вторых это медленно это не системные вызовы все что мы сейчас смотрели это не системные вызовы это оберточки над обычными ридами или райдами которые выполняются в отдельном по трене то есть это такая мини под библиотека в липсе которая сделана на патридах и проблема не в том что она использует патрида если она использовала патрида нормально все было бы может быть не так страшно проблема в том что когда мы хотим получить результат этой операции когда этом segment показывал когда мы хотим в конце операции выполнить асинхронно какую-то функцию чтобы результат обработать это эта функция будет для этой функции будет создаваться трет она в нем будет выполняться и 3 будет келяться то есть будет вот такое вот создание убийство трэдов делаться это вообще капец как медленно будет я прям в исходниках это видел кошмар вместо того чтобы держать третку какой-то который кстати в домашке есть они по моему создают я могу конечно ошибаться можете не аккуратно прочитал моему там на каждый на каждую такую вот операцию в конце если ее хотят потом обработать колбеком будет создаваться трэд это конечно ужас вот это об этом пишу уведомление о завершении могут создавать и удалять потоки поэтому что лучше использовать если нам все-таки нужны синхронные операции во первых асинхронные во первых пытаться использовать все-таки синхронные надо убедиться что мы реально уверены что нам нужна эта асинхронность может быть нам зайдет обычное мультиплексирование вот прямо select полгий пол как ию что-нибудь из этого в конце концов даже если мы не хотим их напрямую вязать есть большое количество очень красивых оберток которые не зависят уже от конкретной реализации типа либо либо его или либо вента они уже под капотом юзают select полгий пол как его но во первых мы можем выбирать что из этого они юзают во вторых по умолчанию они обычно и за это и самое эффективное что из этого доступно вот то есть не нужно даже напрямую с этими мультиплексорами работать можно использовать оберток которые великое множество предостаточно как периода пользуйся если нам все-таки очень надо вот прикладно сделать асинхронность какую-то можно сделать свой собственный его воркер поток в которой мы будем в очередь как бы задач пушить что-то можно тратку свой создать который будет пушиться задачи задач чтения записи вот и откуда мы потом сможем результаты возвращать не создавая отдельные потоки для вывозово функция как-то более умно это делать пока заказов специализированное решение которые мы сами для себя напилим она в любом случае будет работать лучше чем что-то общее ну как пул потоков наверно можно готовы взять а вот возврат результата использовать вот такой дурацкий как в ио наверное не стоит и и последний способ работы с последний способ выполнения и у операции продвинутый непростой рид или райт это функции рид 2 и райт в райт в райт вектор рид вектор рид вектор не он не буферизированный они тоже самое что рид или райт только они принимают сразу массив буферов которые надо записать или в которой надо прочитать это нужно за тем чтобы сэкономить например число системных вызовов вот смотрю меня здесь вот как бы я читал в два буфера по 512 байт предположим что у меня это не один массив а два разных массива вообще на молоках в разных кусках памяти и в каждый из них мне придется прочитать ну прочитать каждый из них мне придется записать по отдельным райтом понятно да почему они могут быть вообще в разных местах и просто здесь так объявил но ты может быть два разных волока вообще они массив на стеке мне придется двора это звать если я знаю что у меня буфера достаточно большие их много то имеет смысл сэкономить и позвать только один системный вызов для этого я каждый из этих двух буферов помещаю в свой его век вот я делаю массив из двух его веков каждый из них в каждый из них кладу свой буфер и за один системный вызов их пишу ну и кроме того можно конечно сделать один райт нам до этого придется выделить новую память скопировать туда эти две памяти в один сплошной диапазон и и писать одним райтом но если у нас есть райт в эту нам даже этого не надо делать не из бенчмарки которые показывают что райт в он на самом деле медленнее чем райт если у нас вот этих его веков мало и они маленькие но если у нас буферы большие там по пол килобайта по несколько килобайт их много тогда райт вы будет быстрее чем несколько райтов ну и собственно это все с продвинутым и вот если это можно назвать продвинутым если что здесь наверное было сложного и реально интересного этого мультиплексирование которое используется чуть больше чем везде полы и полы как ю и селекты ну и кстати в домашке придется одно из этого ее сзади домашки по сетям последние домашки я еще и не успел написать там будем короче чат делать классическая задача на любые вообще носить ее на любых курсах просите она одновременно покрывает и сети и мультиплексирование все на свете и его операции продвинутые это наверное кстати будет одна из самых простых домашек во первых потому что я будет легко нагуглить и я с этим не могу ничего поделать во вторых там никакого сайта нет вообще просто как бы это уже уже в лекциях фактически все написано для этого чата в примерах следующий раз будем смотреть следующий раз последние лекции значит уже будет перед экзаменом и будем смотреть ну такое короче последнюю главу по которой даже домашки не будет про пользователей группы про все это бесконечную мешанину прав пользовательских к они там разграничаются какой есть вообще модели разграничения доступа прав доступа пользователям доступа к информации разным пользователям есть разные модели и linux реализует просто одну из них теоретические модели и как это связано с демонизации процессов потому что пока все что мы делали это могли создавать процесс через форк и они могли становиться зомби но когда создаются демоны процессы они от родителей как-то открепляются и вот это мы будем тоже смотреть как это открепить процесс от родителей чтобы он перестал быть сиротой или зомби осталось самостоятельным все